Всем привет! С вами Бивер и Настольные Игры. И сегодня я хотел бы вас познакомить с игрой Наместник от Юрия Журавлёва. В этой игре вам предстоит сражаться за власть Луари, подкупая разнообразных чиновников и нанимая солдатов. Заручаясь поддержкой разнообразных слоёв населения и принимая законы, вы будете строить свою пирамиду власти. Кто сможет это сделать более мудро и станет правителем Лаара. Хочется выразить благодарность компании Hobby World за предоставленный экземпляр игры для обзора. В коробке с игрой у нас лежит набор ширм, несколько видов картонных жетонов и две колоды нестандартных квадратных карт. Перед началом партии разделите жетоны по типам и сформируйте резерв драгоценных камней, в которые входят по четыре камня каждого цвета на игрока. После этого каждый игрок берет по два камня каждого цвета и убирает за свою ширму, где не глядя выкидывает из общей кучи два камня назад в запас. Возьмите четыре аукционных карты и разместите их в центре стола направлением стрелок в одну сторону. После этого необходимо раздать каждому игроку по четыре карты из колоды персонажей. Каждый игрок выбирает одну из карт и выкладывает ее перед собой, начиная формировать свою пирамиду. Также он получает бонус, указанный на карте. Из оставшихся трех карт игрок выбирает одну и оставляет ее на руке, остальные две возвращаются в колоду. Затем из колоды законов каждый игрок берет по три карты на руку. После этого необходимо перемешать колоду и разделить ее на две части. Малую из 16 карт и большую из 48. И положить по обе стороны от аукционных карт. Последним действием в подготовке необходимо выложить четыре карты на сторону с основаниями стрелок. И можно начинать. Игра длится 12 раундов, каждый из которых состоит из двух фаз. Фаза аукциона и фаза развития. В первой фазе, фазе аукциона, происходят торги за карты, которые лежат в центре стола. Для ставки игрок зажимает в кулак один из камней из-за своей ширмы. Одновременно игроки вскрывают и каждый забирает на руку персонажей, соответствующего цвету камня. Если же два игрока выбрали один и тот же цвет, то они могут договориться о выборе карты, если их там лежит две. Если же карта одна или игроки не договорились, то происходит еще один круг аукциона, а первые ставки сбрасываются. Всего может быть максимум три круга. Также можно спасать и ничего не зажимать в руке, если вы решились не покупать карты, то вы берете три любых камня из запаса, плюс по одному камню за каждый жетон науки, что есть у вас на картах. Во второй фазе игроки разыгрывают до трех карт со своей руки и сразу же получают бонусы. Чтобы разыграть персонажа, необходимо выложить карту в свою пирамиду. Вы должны его выложить таким образом, чтобы цветной уголок прилегал к ранее выложенной карте. Также можно строить свою пирамиду и вверх. Главное, чтобы карта всегда опиралась на две нижние карты. При розыгрыше карты игрок должен заплатить камни того цвета в зависимости от уровня, на который карта размещается, и получить соответствующее вознаграждение. Все возможные награды подробно описаны в правилах игры. Высота пирамиды может достигать пяти уровней. Цена за равняется цене за четыре предыдущих, плюс цена за четвертый уровень. Награда тоже варьируется и может быть как сумма первых трех наград, так и 15 очков власти. Карты законов выкладываются так же, как и карты персонажей, однако выложить ее на пятый уровень не удастся. Платить за розыгрыш карт закона не нужно, и после розыгрыша вы сразу же получаете то, что написано в тексте закона. Если после розыгрыша карты пирамиды у вас образовался полный одноцветный круг, вы немедленно получаете драгоценный камень того же цвета. Также игрок может сбросить одну из своих карт с руки и получить два любых камня. После окончания 12 финального раунда все игроки должны убрать свои ширмы и сбросить все карты, что у них были на руках. Далее игроки могут перекрасить части секторов, что у них есть в пирамиде. Для перекраски одного сектора требуется камень цвета, в который сектор должен быть перекрашен. После этого начинается подсчет очков, который ведется в строго определенном порядке. Сперва игроки получают очки за одноцветные сектора, что у них сложились в пирамиде. Каждый круг приносит очки, равные уровню высшей карты в нем. Затем за несчерпаемые камни, которые приносят очки, равные уровню их расположения. Далее очки за карты законов, если таковые имеются. Очки за жетоны власти. Очки за жетоны магии, которые высчитываются перенажением жетонов магии на сумму на бонусных жетонах. 12 очков принесет каждый собранный набор из жетонов защиты, науки и магии. И в конце за каждый ваш жетон атаки противник должен потерять 4 очка, если только у него нет жетона защиты. Также в правилах игры есть варианты для соло игры, где вводится виртуальный игрок, а также варианты, при которых можно вводить несколько виртуальных игроков. Настольная игра-наместник предлагает игрокам необычные механики, дополненные прекрасным артом. Большое количество карт в коробке дает прекрасные возможности к реиграбельности, а неограниченное количество возможностей простройки пирамиды только приумножает их. Эта игра не простой орешек, которую вы раскусите за один вечер. И я считаю, что она действительно достойна для того, чтобы ее попробовал любой любитель настольных игр. Ну что ж, друзья, на этом все. Сегодня у нас был краткий обзор игры-наместник от Юрия Журавлева. Кому понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, а также подписывайтесь на канал, будет интересно. А с вами был Бивер и настольные игры. Еще увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok